В последнее время тема строительства загородного дома становится у горожан все более актуальной. Многие готовы сменить суету мегаполиса на тишину и покой коттеджного поселка. Но на этапах строительства дома мечты и после его завершения возникает множество вопросов. Один из них мы сегодня рассмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Рафаэль Сережединов. Я являюсь техническим директором проекта «Шингл» с корпорацией «Технониколь». Сегодня мы с вами поговорим о том, как при помощи ламинированной черепицы «Шинглос» можно легко произвести реновацию старой кровли и в конечном итоге заказчики получат уникальную, красивейшую кровлю своего дома. И сейчас, дорогие друзья, мы приехали в гости к супругам Александру и Марии. Пойдемте в гости! Здравствуйте, дорогие! Александр и Мария! О, привет, привет! Скажите, пожалуйста, что вас подвигло заменить вашу кровлю на ламинированную черепицу «Шинглос»? Значит, дом мы купили два года назад. Он был построен на продажу. Я, как человек, который хочет передать своим детям дом в целости и сохранности, как минимум через 50 лет, решил обновить кровлю и использовать более долговечные материалы. Также при выборе черепицы мы учитывали этот вариант, что у данной черепицы гарантия 50 лет, что для нас является основополагающим. Сейчас моя жена Мария расскажет вам, почему она решила сменить цвет нашей крыши более подробно. Я по призванию дизайнер, поэтому мне важно, чтобы облик моего дома соответствовал окружающему ландшафту. У нас здесь очень красиво, здесь много зелени, здесь растут сосны. И поэтому мне очень хотелось, чтобы кровля тоже была в каких-то красивых природных оттенках. Посмотрела коллекцию «Джаз». Там цвета необыкновенно красивые, они на кровле смотрятся как ковер. И мне еще показалось, что они создают такой 3D-эффект, объемную кровлю создают. И поэтому мы остановились на гибкой черепице шинглов на коллекции «Джаз». Какой срок вы возьмете для того, чтобы сделать нашу крышу? На практике обычно у подрядных компаний данный вид работы занимает порядка двух дней. При этом вам не надо будет съезжать с этого дома. И, соответственно, в течение двух дней вы получите качественную, великолепную кровлю, задуманную вашей супругой. Супер вообще! Вот это вы нас порадовали! Более того, ваша крыша автоматически страхуется еще на 50 миллионов рублей страховой компании «Гута». Приятный сюрприз! Да, здорово-хорошо! Гибкую черепицу получают путем нанесения специально подготовленного битума на прочную негниющую основу из стеклохолста. Базальтовая посыпка с лицевой стороны черепицы выполняет защитную функцию и придает эстетику кровли. Базальтовые гранулы окрашивают высокотемпературным обжигом, благодаря чему каждая из них кераминизируется, и наша кровля не поменяет свой цвет в течение всего срока службы. Сергей, скажи, пожалуйста, бытует мнение, что гибкой черепице очень сложно работать. Действительно, это так на практике. Вы знаете, такое мнение имеет место быть, но на самом деле постелить гибкую черепицу так же просто, как поклеить обои. Сейчас я вам это продемонстрирую. Реновация кровли в наши дни приобретает все большую популярность благодаря доступности надежных и современных кровельных материалов. К ним относят двухслойную ламинированную черепицу, особенность которой заключается в том, что ее можно укладывать поверх существующего материала при обновлении кровли. Это стало возможным за счет более жесткой структуры самих гонтов черепицы и получаемого впоследствии хаотичного рисунка кровли. Для монтажа самой гибкой черепицы нам потребуется минимум инструментов – кровельный нож, ножницы по металлу, рулетка, шнурка-отбивка, шпатель и молоток. Вместо молотка используем пневматический гвоздезабивной пистолет. Он увеличивает скорость монтажа практически в три раза. Почему вам нравится работать именно двуслойной ламинированной черепицей, нежели чем однослойной? На самом деле, больше нравится работать с ламинированной черепицей. Для нас это скорость монтажа. Кроме того, если допущены какие-то огрехи в монтаже стропильной системы, то ламинированная черепица принимает на себя эти внутренние напряжения, при этом гидроизоляционный слой сохраняется. Это немаловажно, мы несем гарантийные обязательства перед клиентом. Начинаем монтаж первого ряда черепицы. Использование ламинированной черепицы ДжАЗ делает наш монтаж более удобным и быстрым, ведь здесь не нужно снимать противоадгезионные пленки. Для отбоя дождевой воды на торцах кровли край гонта черепицы подрезаем и подклеиваем битумной мастикой фиксер на ширину 10 см. Затем прибиваем каждую черепичку на 4 гвоздя по нанесенной линии. Если угол наклона крыши более 45 градусов, то увеличиваем количество гвоздей от 6 штук на 1 гонт. Рафаэль, а у меня к вам тоже вопрос. Вот мы сейчас заканчиваем второй объект, а находится он недалеко от оживленной трассы. Есть опасения, что может со временем запулиться, как можно помыть черепицу, как придать ей обратно первоначальный вид. Хороший вопрос. Кровлю можно помыть следующим образом. Взять бесконтактную мойку, смочить кровлю, нанести активную пену, которую применяют при мойке автомобильных двигателей, выдержать эту пену 10 минут, затем ее смыть, и вы получите первоначальную кровлю. А несмотря на то, что мы укладываем джаз поверх старой черепицы, высоты планки достаточно, чтобы скрыть торец. Итак, мы заканчиваем монтаж кровли, и в завершении для вентиляции кровельного пространства мы обязательно устанавливаем кровельный коньковый аэратор. Для того, чтобы нам закрыть коньковый аэратор, мы используем коньковую карнизную черепицу, которую легко вот так разделяем на три части. Снимаем защитную пленку, она вот так легко у нас снимается, и укладываем на коньковый аэратор. Подготовленный нами элемент коньково-карнизной черепицы рассчитан так, что он как раз укрывает полностью коньковый аэратор. Так как сам коньковый аэратор у нас имеет высоту 2 см, то мы применяем уже удлиненные кровельные гвозди длиной 50 мм. Дорогие друзья, прошло ровно два дня. Крыша ваша полностью готова. Принимайте работу. Поэтому можно посмотреть. Так вообще здорово получилось. Я теперь не жалею, что мы потратили столько много времени на поиски этого материала. Получалось просто великолепно. Спасибо вам огромное за вашу работу. Технониколь – крупнейший в Европе поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Более 200 миллионов человек во всем мире живут и работают в зданиях, построенных с применением материалов Технониколь. Технониколь 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 Технониколь